Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь рады, что вы подключились на наш канал, где мы продолжаем исследование трехангельской вести. В прошлый раз мы вместе с вами говорили о печати Бога и начертании зверя. Сегодня мы продолжаем эту же тему, это вторая часть, где мы особым образом обратим внимание на исторические аспекты вот этого вопроса. Господь и Бог наш, мы от всего сердца благодарны Тебе за то, что у нас есть возможность продолжить изучение Слова Твоего. Благодарим, Господи, за то, что Ты вел нас до этого момента и верим, надеемся, что и в этот раз Ты тоже будешь направлять нашими мыслями, нашими исследованиями, размышлениями. Благослови, Господи, наших слушателей. Мы хотим одного, чтобы воля Твоя была нам понятна, и чтобы она помогала нам жить и поступать в согласии с той истиной, которую Ты нам открываешь. Храни, поддерживая нас Твоей рукой. Тебе добудет за всю честь, слава и благодарение. Аминь. Мы уже с вами обращали на этот раз, на этот вопрос очень много внимания, что в 13-14 главе Откровения представляет себе всемирную систему ложного поклонения. И она имеет определенные периоды также. Но интересно, что в 13 главе записан один момент, который говорит, что что-то случится вот с этой системой. Давайте мы откроем вместе с вами и прочитаем Откровение 13 глава 5 стих, а также 12 глава 16 и 14 стих. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца. А женщина скрылась в пустыне, в том месте, что было приготовлено для нее Богом. Там окружена была она заботой 1260 дней. Но даны ей были два могучих орлиных крыла, чтобы могла она улететь в пустыню, в приготовленное для нее место. Там заботились о ней, сокрыв от змеи, в течение времени, двух времен и еще половину времени. Итак, мы видим, здесь описан определенный период, когда вот этот зверь будет иметь власть или силу. Какой это период? Как здесь описано? Да, интересно. Тут сказано 42 месяца, потом 1260 дней, а потом время, времена и полвремени. И по сути, если перевести все это на дни, то это получается одинаковое количество дней. Ну тут конкретно сказано 1260 дней, 42 месяца. А беря во внимание, что в древнем календаре, лунном календаре было 30 дней, то есть 360 дней в году, то это тоже получается 1260 дней, а время, времена и полвремени, то есть это 3,5 года, это тоже тот же отрезок времени. Интересно то, что этот же текст или этот же отрезок мы находим и в книге Даниила. Смотрите, в 7 главе, в 25 стихе написано. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени, времен и полвремени. То есть мы видим, что в книге Даниила речь идет о каком-то странном роге, который собой представляет удивительную власть, потому что этот рог имеет уста, как человеческий, имеет глаза, но не имеет ушей. И он возмечтает отменить праздничные времена и законы и будет угнетать, как мы только что прочитали, святых Всевышнего. И мы видим, что то же самое мы находим в книге Откровения. Только здесь эта власть уже представлена в виде зверя страшного, с разными символами и образами. И мы видим, что это один и тот же отрезок времени. Но почему я коснулся книги порока Даниила? Потому что на наших предыдущих встречах мы увидели, что мы не можем буквально трактовать там отрезки временные. То есть мы не можем сказать, что это были времена. Потому что смотря на пророчество 2300 вечеров и утр и пророчество о Мессии, то мы видим, что только когда мы подставляем или берем вот эту формулу библейскую день за год, то мы приходим именно к рождению Иисуса Христа. И поэтому мы понимаем, что в этих пророческих книгах, а повторюсь, Даниила и Откровения тут очень четко перекликаются. Одни и те же временные отрезки. То есть в этом случае мы тоже должны взять вот эту же формулу день за год, чтобы понять, о каком времени вообще идет речь. То есть, судя по твоим размышлениям, 1260 дней, это есть 1260 лет. И мы уже неоднократно говорили, что зверь, который здесь описан, а также это в книге Даниила, это является римно-католическая система. Мы пришли к такому выводу на прошлых наших встречах. Но интересно, что мы имеем период, но где начало и где конец этого периода? Где вот эти рамки? Как мы это находим? Ну, сам факт того, что Бог повторяет это несколько раз, этот период, несколько раз только в книге Откровения, но мы же еще вспоминали здесь книгу Прока Даниила, это должно нам все говорить о том, что это очень важный момент. То есть, Бог не зря повторяет несколько раз и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, что мы обратили внимание, чтобы мы правильно смотрели на эти события, и чтобы мы были готовы к этим событиям. Ну, вот Роман упомянул уже тот отрывок из книги Прока Даниила, где говорится о 2300 вечерах и утрах. Там как раз-таки говорится о том, что отсчеты этого большого периода нужно начинать со временем восстановления Иерусалима. И мы уже говорили, что все это начинается в 456 году до нашей эры, когда был издан полноценный указ, наделяющий евреев и Иерусалим всеми правами, которые были утрачены. Потому что были несколько других указов, но этот наиболее полный. Вот оттуда начинается отсчет. Мы уже говорили с вами о том, что от этого большого периода отрезало 77 для народа израильского, которые заканчивались у нас в 34-м году с распятием, с побитием камнями Стефана. Ну, а дальше, в общем-то, этот период 2300 продолжался. И период 2300 заканчивается в 1844 году. Как мы уже говорили, это событие, когда на небесах начался следственный суд. Вот. Теперь наша задача обнаружить, где находится в этом периоде 1260 лет. Да, ну, я думаю, что нам, конечно, сегодня намного проще анализировать эту всю историю. Почему? Потому что мы это все уже пережили. Если, опять-таки, смотреть на исторические моменты, мне кажется, очень ярко в истории запечатлен момент падения папской власти, рима-католической церкви, власти рима-католической церкви. И это всем известный исторический факт, что в 1798 году французский, ну, то есть, Наполеон отдает указ своему генералу Бортье взять в плен папу, папу римского, его заточили в темницу, и там он, по сути, умирает. И все говорят, что это был момент, когда рима-католическая власть теряет политическую силу. Теряет политическую силу. Чуть позже, и это в порочестве тоже есть, она начнет возобновлять свои полномочия и свои влияния, но никогда уже не будет иметь ту власть, которая владела до этого момента. А если от 1798 года отнять 1260, да, 1260? Да. 1260 лет, то мы перейдем к 538 году. И опять-таки, если посмотреть, что происходило в этом отрезке времени, потому что тут, честно, вот такие события в исторической хронологии очень сложно перевязать к какой-то конкретной дате или дню, потому что это был период или эпоха, в которой что-то происходило. И мы знаем, что там в третьем, ну, в начале четвертого века христианство становится официальной религией в Римской империи. Потом, чуть позже, император Константин переносит свою столицу из Рима в Константинополь. И Рим остается, по сути, без правителя. И уже в тот момент он выбирает или наделяет папу полномочиями, чтобы он будет не только как духовный наставник, но он будет как и судья или правитель вот этой части Римской империи. Но, опять-таки, процесс становления силы, власти, влияния, он длился достаточно долгий отрезок времени. И только в 538 году Юстиниан, это еще один римский император, он наделяет папу полномочиями всемирного руководителя христианской церкви. И наделяет его, повторюсь, как религиозной силой, так и политической силой или властью. И многие историки берут, как бы, именно этот отрезок за начало вот такое полномасштабного влияния Рима-католической церкви, который длился все средневековье и, как я уже сказал, вплоть до 1798 года. Спасибо большое. Но здесь очень важно также отметить, что вот этот период, период с 538 года по 1798 год, это полное влияние, скажем, на весь цивилизованный мир католический. Да, времени. И очень важно заметить, что, к сожалению, наше внимание очень часто приковано к папам. Но в принципе, папы были только инструментом. Это была система. Папу снимали, также уничтожали, ставили других. Но сама система, она очень сильно была мощная система, которая влияла. И мы знаем, что они ставили королей, снимали королей, ставили других. То есть, это была система действительно, в которой говорится, что она вознамерилась быть и религиозной, и политической силой в то время, которая управляла всем. И, к сожалению, гонения, которые были на протяжении этого периода. Кстати, как этот период вообще называется? В темное средневековье. Это называется темное средневековье, потому что действительно было настолько темно. От людей забрали Библию, забрали все знания и только запугивали. Вот эта система, она очень, потом индульгенция и все остальные моменты. Мы видим, насколько это было коварно и очень сильно было. Вообще, историки говорят, что за этот период практически самое большее людей было уничтожено за этот период времени, которое правила вот эта система. Я знаете, что бы еще хотел сказать. Мы же знаем, что по сути чуть позже происходит большое разделение и у нас организовывается восточное крыло и западное крыло христианской церкви. Восточное крыло, как мы уже говорили, это Константинополь, вот та часть. И вот западное, это Рим, Римская империя и вот эта часть Европы. И тут как бы справедливо возникает вопрос, а почему мы не берем во внимание православную церковь? Честно говоря, мы можем брать во внимание и православную церковь тоже. Но все же, если смотреть на влияние восточной церкви и западной церкви, то там есть большая разница. Потому что епископ восточной церкви, он никогда не имел политической силы, такой, как имел Папа Рим, Папа Римский или Западная церковь. Историки говорят, что эти системы, они вот прям названия 2-2 имели разные. Там был Папа Цезаризм, а там был Цезарь Папизм. То есть, если в Западной церкви Папа, как уже вы сказали, наставлял, ставил царей и снимал царей, то все же в восточной церкви император имел власть над Папой. Или над епископом, старшим епископом. Поэтому мы говорим, что именно в то время, в эту эпоху, именно римокатолическая церковь, она представляла собою вот ту систему, которая изображена в книге Даниила в виде малого рога, а в книге Откровения в виде страшного зверя. Но в последнее время мы можем сегодня справедливо сказать, что можно и православную церковь рассматривать таким же образом. Интересно то, что особенно русская православная церковь, она ассоциирует себя с Третьим Римом. Слышали такое выражение, да? Что русская православная церковь – это Третий Рим. То есть, они претендуют на ту власть, на те права, которыми обладала именно эта церковь. Поэтому, ну что ж, тут есть над чем размышлять, что исследовать, над чем думать. Давайте мы прочитаем, обретим наше внимание на 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4, а также с 9 по 12 стих. Это большой отрывок, где апостол Павел, он что-то предсказывает, очень важное. Да не ведет никто и никак вас в заблуждение. Прежде ведь свершится страшное отступничество, и явится нечестие в обличии человеческом. Сын погибели, противящийся Богу и надменно вознащающийся над всем, что зовется божеством или святыней. Он и в божьем храме воссядет, и себя за Бога выдаст. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силу и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Итак, мы видим апостол Павел, он предсказывает задолго до того момента, как вот это все произойдет, что-то предсказывает. Интересно заметить, что его сверстники, они думали, что Христос вот уже придет. И в принципе так первохристианская церковь жила и действовала, они думали, что вот-вот Христос придет. Но апостол Павел, извиняюсь, апостол, да, апостол Павел, он предсказывает, что что-то должно произойти. И вот этот отрывок, с чем он сильно перекликается? Мы уже говорили сегодня с книгой Порока Даниила. О том роге, который возмечтает отменить праздничные времена и законы, который будет хулить Бога. И вот это вот тут напрямую связано с тем, что он воссядет в Храме Божьем. И как тут сказано было, да? Человек греха, сын погибели. В Храме Божьем сядет, он как Бог, выдавая себя за Бога, да? И мы видим это то же самое, что происходит, ну, то же самое, что описывает книга Порока Даниила. И очень интересно, как исторически это все происходило. То есть вы думаете, что наш урок это говорит о том, что это будет Папа Римская система? В нашем урочнике, у кого есть уроки, да, мы видим библейский комментарий от Вентиста седьмого дня. Он именно об этом говорит, что это приводит нас к выводу, что именно Даниил, Павел и Иоанн, они говорят об одной и той же синей папстве. То есть мы видим, что вот эти оттенки, которые здесь мы встречаем, да, как ты уже говорил, что он сядет в Храме, выдавая себя за Бога, это четко и ясно указывает на первого зверя, о котором мы говорим, вот эта власть 1260 лет, которую он правил. Ну, давайте так, давайте мы еще посмотрим на то, а каким образом это осуществилось на практике. Почему или что убеждает нас еще больше, что мы не ошибаемся в том, что это была именно католическая церковь, и какие прерогативы она приписала себе, что осуществилось вот это пророчество, о котором говорит тут Павел, и о котором говорил Даниил. И мы понимаем, что самый первый принцип, который здесь стоит взять во внимание, это то, что Папа Римский считает себя, ну или его считают, давайте так скажем, эта система считала наместником Бога на земле. То есть он вместо Бога на земле. И получается таким образом, что, ну это можно прочитать в любом катехизисе, в католических журналах, там вот прям фраза такая есть, что вы можете искать на небе и на земле, и вы нигде не найдете другого такого существа, как католический священник, который может прощать грехи даже ангела. А вы помните, когда Христос сказал, прощаются тебе грехи твои, исцеляя одного из больных, то евреи взяли камни в руки. Сказали, что ты богохульство. Да, он спрашивает, за какое доброе дело вы хотите меня побить камнями? Он говорит, не за доброе дело, а за то, что ты, будучи человеком, называешь себя Богом, потому что кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Вот в чем проявляется богохульство. И мы видим, что в первую очередь это проявляется именно здесь, что он занимает место Иисуса Христа. Теперь, смотрите, люди уже не идут к Богу. Ну, то есть, вместо Бога есть Мария, что приходит к нам из католической церкви. Есть целый ранг святых, которые тоже являются какими-то ходатайами при каких-то обстоятельствах, что тоже к нам приходит из католической церкви. Есть священник, теперь мы должны идти на исповедь к нему, и он будет принимать решение. И есть Папа Римский, который может даже выписать анафему и сказать, что ты никогда не будешь прощен, и двери в Царство и Небесное тебе закрыты навсегда. Но апостол Павел в другом месте скажет, не судите никак преждевременно, пока не явится тот, кто откроет тайны сердечные, и все тайное станет явным. То есть никому из людей не дана власть судить, определять кого-то в рай, а кого-то в ад. Нет, это прерогатива только Бога. И когда вот эта система католическая, она взяла на себя эту прерогативу, а потом тех, кто не хотел этому подчиняться, кто говорил, что «Эй, в Библии написано по-другому», она начала преследовать этих христиан, убивать их и гнать, вот вам исполнение пророчеств, которые мы находим в Данииле и в Откровении. Также хочу отметить очень важный момент, что основной титул Папы Римского – это «Maximus Pontificus», это верховный первосвященник. И мы знаем, что первосвященником может быть только один – это Иисус Христос, потому что апостол Павел четко и ясно говорит, что у нас един первосвященник, который на небе сегодня проводит служение. Един посредник между человеком и Богом. Как бы вспоминая прошлое, очень легко отнести римно-католическую церковь ко всему тому, что написано в Откровении Данила и Павла. Но знаете, что после Второго Ватиканского собора римно-католическая церковь пережила глубокую реформацию, и совершенно на сегодняшний момент она представляет собой совершенно другой подход, другую тактику. Вы посмотрите, что делает последний Папа Римский, который был назначен на святой престол. Он ведет себя подобно Иисусу Христу. Он посещает бедные страны, отказывается от папы-мобилей, отказывается от роскошества. Он моет ноги нищим, он ходит в больнице. То есть ведет себя, ну, совершенно не так, как мы ожидаем, читая об этом в книге Откровений Люфиха Данила. Что происходит? Зверь сменил лицо, поменял маску, он раскаялся, или что? Ну, смотрите, в Порочестве, что мы читали? В книге Откровений мы читаем, что зверь получает смертельную рану после вот этого периода в 1260 дней, да? Еще 260 лет, как мы уже сказали. Но дальше сказано, что эта рана исцелилась и дивилась вся земля. Но каким образом эта рана исцелилась? Ну, и... То есть она как раз должна и была пройти вот через вот это смирение. Теперь мы... Они говорят о любви, теперь они говорят о принятии, теперь они говорят, что не надо делать никаких разделений. И мы знаем, что та лютеранская церковь, которая была организована в первый момент реформации, вот на 600-ю годовщину этой реформации они сказали, нет, нет, мы возвращаемся к луна матери церкви католической. То есть мы понимаем, что церковь... Хотя, опять-таки, мы не... Я хочу повториться, мы не говорим о католиках, мы не говорим о людях, мы говорим о системе. И это надо очень четко, как говорят, зарубить себе на носу. Мы не тут не выступаем против людей, мы говорим о системе. Но надо быть справедливыми, потому что в книге Откровения появляется еще один зверь. И теперь этот зверь обладает властью, а этот зверь управляет людьми. Мы сегодня еще об этом поговорим. И он... То есть он будет направлять взгляды всех на первого зверя. То есть я... Лично я исследую эти тексты, я понимаю, что все равно рима-католическая церковь не будет обладать той политической властью, которой она обладала вот в том отрезке времени. Но ей и не надо. Потому что есть другая политическая власть, которая будет делать всю ту работу, которую они делали в Средневековье. Они будут в теньке делать свою работу, которой призваны. Потому что мы понимаем, что за этим всем, за этим всеми зверями стоит дракон, который является древней муж и змей. Это дьявол и сатана. Хотя прошел этот собор и было много изменений, но в принципе в доктринальных изменений не было. То есть те доктрины, которые были, то есть это воскресенье, поклонение святым, мы видим Папа Римский тот же статус. Ничего не изменилось. Изменилась только обвертка, скажем так. И она сегодня красивая и привлекательная, но внутренность осталась та же самая, которая была и в Средние века, которая гнала христиан, которая гнала истинных людей, которые хотели служить Богу. Но я здесь хотел еще немного обратить внимание, коснуться одного другого вопроса 2 Фессалоникийцам, 2 глава 4 стих, где говорится о человеке греха сыне погибели, который сядет в храме и будет выдавать себя за Бога. К сожалению, сегодня современное христианство смотрят на этот стих совсем другими глазами. Они говорят, что это должно быть в будущем, что этого еще не было. Какие есть в этом аргументе? Ну да, скажем так, когда в 16 столетии появляются вот это реформационные движения и при исследовании книги Данила и Откровения они четко начинают говорить, что вот смотрите, эти пророчества об этом звери, об этом роги, это католическая церковь, то католическая церковь возникает такое понятие как контрреформация. Они что-то должны были сказать в ответ. И вот тогда в среде католической церкви появляется вот эта теория или идея, которая сегодня в английском языке называется фьючеризм. То есть они говорят, что нет, 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 не надо смотреть в прошлое. Это будет далеко в будущем, когда отстроится храм третий и тогда туда войдет сатана или как мы говорили, да, тут они берут этот текст человек отступничества и вот после этого придет Христос. Но у нас нет никакого основания в священном писании считать, что будет отстроен Иерусалимский храм. Получается, что он отстроен должен быть только лишь для того, чтобы туда вошел сатана. В чем смысл? Тем более мы понимаем, что роль храма земного он потерял свое значение. И тот же апостол Павел посланник евреям он видит Иисуса Христа, который заходит в небесный храм, по образцу которого была построена земная скиния. И он первосвященник, как Павел говорит, небесной скинии и входит туда со своей кровью. То есть смысл отстраивать земной храм, земное святилище. Вообще его нету. Ну и прочства никакого нету, что это произойдет на земле. И парадокс заключается в том, что все протестантские церкви, практически все, они принимают позицию католические церкви, касающиеся футуризма. И сегодня принимают вот эту идею о том, что это должно случиться в будущем. И кстати, они являются самыми большими спонсорами отстраивания храма в Иерусалиме. Даже не евреи, если бы взять по статистике. Потому что они хотят все-таки отстроить тот храм, чтобы там этот человек сел. И чтобы последние события произошли. Но это говорит опять же о силе влияния католического учения, что сегодня оно очень сильно проникло во все протестантские церкви. И в этом проблема. Помните, как мы говорили на нашем предыдущем уроке, что этой чашей лжеучения напоит все народы. И мы видим, что оно так и происходит. То есть, как Вася сказал уже сегодня, что идея, смысл, доктрина, она не поменялась. И сегодня она преподносится вот в такой, как Вася сказал, обертке, что практически весь протестантизм с удовольствием это все принимает и говорит, что вот она истинная, вот как она будет. Размышляя дальше на эту тему, мы видим, что очень важный вопрос в последнее время становится единство. Проблема заключается, что сегодня, если мы посмотрим на опросы, которые проводятся среди людей, то нету доверия у людей к правительству, нету доверия у людей к людям, которые выбраны, к президентам и так далее, и тому подобное. Они все задают один и тот же вопрос, а кто является моральным лидером вот этого мира, чтобы исправил вот эти все проблемы, все моменты, которые хотелось бы исправить. И мы видим, что Библия четко и ясно представляет, что в последнее время мир будет постепенно каким-то образом становиться однополярным. давайте мы откровение откроем 17 глава 12 по 14 стих он нам так и говорит о чем-то очень важном. Десять руков, которые тоже ты видел, другие десять царей, они еще не получили царство, но обретут царскую власть вместе со зверем, правда, всего на один час, у них общая цель, потому и отдают царе силу и власть свою зверю, они сразятся с агнцем, но он победит их, потому что он царь царей и господь господствующих и с ним призванные и избранные и верные. То есть мы видим, что есть определенная сила в последнее время будет, которая выйдет войной против агнца, будет бороться с агнцем, но агнц что? Победит. Мы понимаем, что роги, хотя тут буквально сказано 10 руков, это 10 царей, то есть здесь речь идет о политической силе и они объединяются со зверем. То есть опять-таки наступает момент, когда религиозная и политическая власть, они объединяются вместе для того, чтобы восстать против Христа, против его последователей или как мы говорили в прошлый раз против остатка тех, кто соблюдает заповеди Божьи имеют веру Иисуса Христа. То есть главная идея сотовы в последнее время это объединение. Как вы думаете, как ему удастся объединить все народы? Видите, что сегодня люди не очень общие, очень разобщенные. Арабский мир мы возьмем, Китай, Россию сегодня. Там язычество, там мусульмане. что довольно-таки все разобщено и не видим мы еще такой тенденции к объединению. Но есть какие-то намеки уже на это? Ну скажу вам так, мое личное предположение по этому поводу. последние события последних нескольких лет они говорят о том, что мир на самом деле теперь стал очень уязвим в плане всемирного масштаба. И мы видим, что вот одна эпидемия она привела к тому, что все государства принимают один закон локдаун. Маски, прививки, локдаун. То есть все государства независимо от того, кто где находится. Ну может были какие-то незначительные страны, как-то по-своему решали, но все цивилизованные страны они были за одно. Это просто пример того, иллюстрация, как легко можно весь мир заставить поступать каким-то образом. Но что для этого нужно было? Для этого нужно было эпидемия. я не хочу сказать, должна быть какая-то другая эпидемия, которая заставит поступать таким образом. Я просто считаю, что должен произойти какой-то такой катаклизм, что ученые или политические власти не справятся с этой проблемой. И тогда они будут искать решение у духовных властей. А как бы то ни было, сегодня в мире нету другой такой религиозной власти, к которой ходили бы на аудиенцию президенты разных стран, премьер-министры, на похороны которых бы съезжались там цари и так далее всех государств. Нету другой такой влиятельной власти религиозной, как католическая церковь. И мы видим, что опять эта система набирает те же обороты влияния только теперь только религиозная сторона, не политическая, но нету другой такой власти, как католическая церковь. И если подобный катаклизм произойдет на этой земле, то я уверен, что именно таким образом это все будет разрешаться. И тогда это развяжет руки вот этому зверю, чтобы он мог опять влиять на весь мир. Мне не думается, что католическая система сможет сделать всех католиками. Мне кажется, что это будет больше похоже на то, о чем мы говорили, когда вспоминали в Вавилоне. То есть это будет одна некая главенствующая религия, но при этом неважно будет для них, чтобы все стали поклоняться так же, как они. То есть, скорее всего, это будут принципы, которые будут позволять поклоняться, как ты хочешь, но в первую очередь не забывай, что наше верховенство, оно здесь. И тогда это поможет объединить и католиков, и мусульман, и другие христианские, нехристианские религии под одну гребенку, под одну власть. Да, это очень важная мысль, Саша, которую ты сейчас высказал. Мы почему-то думаем, что все должны стать одной религией, или одной динаминации. Но на самом деле, без разницы, как вы поклоняетесь сатане. Извините за такое прямое высказывание. Какой, каким богом, или какой религии, без разницы. Главное, что вы ему поклоняетесь. И начертание зверя, или печать зверя, о которых мы говорим, то это для каждого может проявляться по-своему. Но если изначально, я по-другому скажу, по-простому, воруете ли вы, или совершаете прелюбодеяние, и то, и то, это нарушение закона Божьего. И Аков так говорит, если ты не убиваешь, но ты воруешь, то ты нарушитель того же закона. То есть, без разницы, какую из заповедей вы нарушаете, если вы нарушаете умышленно и принимаете для себя решение вести такой образ жизни, вы становитесь на сторону сатаны. Поэтому мы и говорили, что только те, вот мы уже цитировали сегодня этот текст, те, кто соблюдают заповеди Божьи, имеют веру Иисуса, вот они получают печать Бога. То есть, стремление к полной верности Богу, это и будет характеризовать народ Божий. А от ступников у них характеристики будут разные, у каждого свои. Но единственное, что будет, они что-то, где-то будут идти вопреки воле Божьей. Вы знаете, я был в Соединенных Штатах Америки, когда случилась эта трагедия в Нью-Йорке, это 11 сентября 2001 года. И события, которые последовали после, я всегда говорил, что это генеральная репетиция к последним событиям. Потому что народ настолько был един из-за этой трагедии определенный период времени, в который момент можно было принять любые законы. И тогда были приняты такие законы, которые ну полгода до этого ни один американец себе даже не мог бы представить, что такие законы вообще возможно будет принять. Допустим, чтобы американцы очень они тут свято относятся к приватности. То есть, тебя никто не должен тронуть, ты не имеешь права, полицейский тебя не имеет права тут не раздеть, не разбудить, то есть, без бумажки от суда, то этого никогда не будет. А здесь принимают законы, что ты должен идти в самолет и должен разуваться, тебя могут полностью обыскать, мало того, тебя должны снимать и так далее. Это было невероятно. И эти законы принялись буквально в короткий период времени. Если вы следите за американскими законами, как они принимаются, это очень долгие процессы. И я понял, что при определенных условиях в последнее время, за очень короткий период времени, все может поменяться. Кстати, и пандемия это четко и ясно показала. Поэтому мы знаем точно, что последние события будут развиваться очень быстро, очень стремительно, но самое главное, будем ли мы готовы. Поэтому и мы сегодня рассуждаем на это, чтобы мы были готовы к этим последним событиям, зная, что время последнее будет очень быстро. И, кстати, здесь описано, мы только что читали, что до нам была власть на сколько? На один час. Это говорится, что это очень короткий период времени будет происходить вот эти последние события. Это очень важно обратить на это внимание. Следующий момент, который мы уже вместе с вами говорили, но давайте еще раз повторим, это есть печать Бога и начертание зверя. Какие четкие различия между этими двумя моментами, но давайте вначале мы прочитаем это откровение 14 глава 9 стих и также 14 глава 12 стих и еще один ангел третий следовал за первыми двумя предостерегал он грозно кто зверю и образу его поклоняется тот клеймо его на лоб свою и на руку свою принимает здесь стойкость народа Божия тех кто Божьи заповеди соблюдает и остается верен Иисусу и так какие какую мы видим отличительную особенность печати Божией от начертания зверя печать Божия и начертания должны быть связаны с соблюдением либо несоблюдением заповедей вот и мы уже говорили с вами несколько раз что есть одна особая заповедь которая четкая и ясно названа священном писании что она является знаком она является знамением между Богом и человеком это четвертая заповедь которая указывает на Бога как Творца на Бога как нашего Спасителя и Искупителя мы повторяемся мы об этом говорили в наших прошлых встречах но давайте вспомним второзаконие 6 глава 8 стих 11 глава 18 стих вы помните там повеление которое Бог дает народу израильскому по поводу того что что-то нужно носить на руке и на челе там сказано о законах что и навяжи их в знак на руку твою и да будут они повязковы над глазами твоими а в 11 главе 18 стихе по сути повторяется эта же мысль и так положи сии слова мои в сердце ваше положите и в душу вашу и навяжите их в знак на руку свою и да будут они повязковы над глазами вашими то есть нам не надо искать где-то в каких-то непонятных местах ответ на вопрос а что же такое на руку и на чего вот у нас есть библейский текст который конкретно об этом говорит мы видим что на руке и на челе должны были должны были быть слова Божьи или повеление Божье или законы и заповеди давайте так скажем и мы понимаем почему на лбу потому что это осознанное решение жить согласие с волей Божьей а на руку потому что это практические применения этих принципов в жизни и ну а противоположность этому очень простая это нарушение как Саша сказал до нарушения этих заповедей но почему мы делаем акцент на субботе нас вот постоянно в этих комментариях за это там замучили поливают грязью знаете чуть-чуть но друзья не потому что мы уперлись в эту субботу вот каким-то таким образом и вот мы не хотим больше ничего не видеть не хотим больше ничего видеть но друзья посмотрите авгас какой другой заповеди есть проблема в протестантизме только да ни с какой да в православии в католицизме там есть еще проблемы и там второй заповедью с третьей заповедью они разделили католическая церковь вообще разделила десятую заповедь на две одну убрала там и так далее но по большому счету все говорят о том что не надо нельзя убивать нельзя воровать нельзя совершать прелюбодеяние нельзя поклоняться идолам надо с уважением относиться к имени божьему все упирается в эту четвертую заповедь а саша уже сказал что в библии сказано четко что и суббота будет знамением между мною и вами что я ваш господь а вы мой народ и чтобы сегодня кто не говорил но это заповедь из десяти божьих заповедей и если мы будем искать какие-то логические объяснения почему стоит это поменять а почему давайте будем делать это по-другому ведь христос воскрес воскресенье да я рад что христос воскрес и это очень важное событие но у нас нету нигде повеление или указание о том что с и воскресением иисуса христа меняется календарь и теперь мы будем с вами в воскресенье переходить на богослужение плюс ко всему мужик говорили об этом что не было этого в первом ну первоапостольской церкви не было это на заре этого на заре христианство это приходит как уже сегодня вспоминали только после третьего столетия когда константин принимает официальное христианство как государственную религию поэтому мы и упираемся вот в этот вопрос если тут сказано что терпение святых тех кто соблюдает заповеди божьи то это касается всех заповедей они части и вот это то опять-таки о чем мы сегодня говорили сатана предложит не убрать весь закон божий убрать что-то одно сказать что это неважно что это не имеет смысла что это ну то есть ничего тут особенного в этом нет но уже мы поступая так являемся нарушителями божьего закона значит если мы нарушить или закона божьего то значит мы грешим потому что в библии четко сказано что нарушение закона а это грех а грех что делает как написано книги пророка исаи разделяет человека с богом что сатане нужно разделить человека с богом и без разницы повторюсь какую заповедь ты нарушаешь главное чтобы ты это делал вот и все на тем более что текст нам здесь говорит что кто зверю и образу его поклоняется стоит вопрос поклонения и 4 западе наиболее ясно и четко рассказывает о том кто единственный достоин этого поклонения здесь же происходит подмена дня поклонений под ней по подмена как мы говорили раньше личности которые поклоняются и поэтому мы и вынуждены заострять на этом внимание ну и тем более роман мне начать хотелось бы сказать что но мы уперлись в эту субботу потому что никогда мы были упертыми в воскресенье мы следовали этому следовали бы этому повелению ходили храм воскресенье но когда стали самостоятельно читать писание вот стали задавать вопросы своим священникам своим духовным наставникам которые пожимали плечами и говорили ну что сделать ну церковь посчитала что так важнее лучше приходить воскресенье и естественно мы должны кому больше доверять церкви или живому слову божьему божьему слову поэтому сегодня мы хотим чтобы не только мы познали эту радость и благословение принять божье начертание но чтобы наши зрители могли осознать еще раз и пойти к своим духовным наставниками честно задать вопрос покажите где в священном писании указано что была эта заповедь заменена нигде и так чтобы не быть голословным давайте мы действительно посмотрим на четвертую заповедь и мы увидим там вот все элементы печати божий давайте мы вспомним исход 20 глава с 8 по 11 стих давайте мы еще раз повторим эту заповедь для того чтобы мы еще раз услышали и помни день субботний чтобы светить его шесть дней работы и делай всякие дела твои а день седьмой суббота господу богу твоему и делай вон и день никакого дела ни ты не сын твой не дочь твоя не рад твой не рабыня твоя не скот твой не пришелец который в жилищах твоих ибо в шесть дней создал господь небо и землю море и все что в них а в день седьмой почил посему благословил господь день субботний и осветил его и так три важных элемента любой печати это есть что это есть имя титул и территория на которой управляют тот или другой момент и так во первых мы здесь что вы не видит мы видим имя господа да господь бог твой то есть господь дает свое имя его титул какой здесь создатель потому что он создал все за семь дней он есть создатель да и в третьих территория какая территория небо и землю небо землю море и все что в них то есть согласно вот этим моментом мы видим что четвертая заповедь она является печатью бога интересно заметить что особенно касается еще это еврейского народа да в свое время господь четко ясно говорит что субботы является знамением да между мною и вами да и сегодня в принципе этот же принцип продолжает это есть знамение что такое знамение это печать это есть знак да и мы видим что вот этот вопрос он очень важен в это последнее время и мы можем с уверенностью сказать что последнее время будут испытание субботы именно испытание субботы потому что это четко и ясно разделить весь мир на тех кто за бога как говорится в откровении кто соблюдает заповеди его как ты уже сказал четко и ясно все заповеди не исключая ни одной и тот кто будет противиться и встанет на сторону зверя и примет его начертания на лоб и на руку интересно там говорится о том что там печать бога будет принято только на лоб а там говорится что на лоб и на руку о чем это говорится еще что силой будут заставлять то есть многие будут не принимать ну не то что осознанно они будут понимать что это неправильно потому что экономически выгодно и под давлением определенных условий они будут соглашаться с этим и принимать вот вот этот день день поклонения воскресенья не все так просто и однозначно в этом вопросе как мы сейчас рассуждаем почему мы же только что говорили ну чуть раньше в этой же теме что навряд ли папа сделает всех католиками правда а это означает что будут какие-то принципы которые останутся в каждой деноминации а это означает что мусульмане могут и дальше собираться в пятницу евреи в субботу а христиане воскресенье просто что будет еще за этим какие еще будут принципы да ну даже то даже тоже даже тот же момент если при всем этом положении будет вот это экуменическое соединение всех религий и папа встанет во главе то это нарушение тоже одной из заповедей правда который говорит не делай себе никакого бога или кумира из того что на земле внизу по земле и воде если папу примут как посредника между богом и человеком то кто-то будет соблюдать субботу но нарушать первую заповедь понимаете и при таком раскладе вещей это тоже будет тот же принцип потому что мы уже сегодня говорили для саны для сатаны без разницы какую заповедь вы нарушаете главное чтобы вы нарушали хоть что-то поэтому мы не знаем точно всех деталей развития событий однозначно в христианском кругу суббота будет вот этим очень сильным испытанием но если говорить о всемирном масштабе о разных религиях разных деноминациях понятно что там буддизм и так далее там без разницы ну что там не так воскресенье день солнца они поклоняются языческие эти страны там проблем нет но вот мусульманский мир и еврейский мир еврейское общество тут могут быть испытания на другом уровне и но они точно будут и там тоже это будет проявляться в вопросе соблюдение заповедей божьих конечно нам сложно предположить потому что библия не дает нам точности в деталях но все-таки мы видим что вопрос соблюдением субботы или истинного поклонения он же не просто связан мы же сами говорим не просто с днем но он связаны с личностью и с признанием бога как творца то есть весь совокупный спектр этих вопросов он выйдет на первое место в последние дни и в принципе мы сегодня это наблюдаем мне кажется что для католической системы неважно будет да что они там в пятницу кто-то будет это воскресенье но все равно они должны признать будет власть этого зверя над собой да они должны позволить ему и с другой стороны я не исключаю такую возможность что будет как и в вавилоне ты в любые дни ходи куда хочешь но есть один день когда мы хотим чтобы ты пришел на поле дыр и преклонил свое колено и показал свою верность ты можешь и в субботу и в пятницу но воскресенье ты обязан прийти и сделать то что мы тебя просим и таким образом мы узнаем что ты верен судя по всей книге откровения мы видим что главным вопросом последнее время это будет вопрос поклонения и сходясь во мнение мы видим что все-таки это вопрос одни поклонения он таки является моментом поклонения я глубоко уверен что все-таки этот вопрос встанет в последнее время в каком виде в каком образе мы не знаем нам не открыто но мы знаем точно что враг предпримит все усилия для того чтобы это был настолько тонкий обман как мы уже вместе с вами говорили несколько уроков назад что даже и избранным чтобы прельстить то есть обман будет на высоком уровне поэтому сегодня нам надо быть бдительными и внимательными потому что сатана будет предпринимать разную тактику разные приемы для того чтобы обмануть людей которые последнее время захотят истинно служить господу и я хотел бы обратиться к вам дорогие друзья потому что это вопрос жизни и смерти жизни вечной даже и сегодня говоря об этих вопросах да нельзя легко так просто сказать а какая разница в какой день мы поклоняемся или какой день мы ходим церковь не дорогие друзья библия четко и ясно говорит и вопрос заключается только в одном хотите выслужить господу всем сердцем всей души и так исполняйте заповеди его а заповеди его написаны четко ясно 10 заповедей они неизменимы и закон от самого начала до самого конца поэтому только вы сможете принять это решение и мы вас приглашаем дорогие друзья чтобы вы приняли этот момент служили господу от всего сердца сделай примите решение именно для себя что сегодняшнего дня я буду полностью служить господу так как господь говорит на священном писании и только священное писание дорогие друзья и мы будем молиться вместе с вами давайте мы помолимся дорогой господь мы вновь обращаемся к тебе и благодарим за эти уроки которые господи ты нам даровал на особым образом просим господи чтобы духом святым ты коснулся каждого сердца который будет слушать эти темы и помоги господи чтобы люди которые еще тебе не полностью отдались чтобы они приняли решение полностью тебе служить также включая и вопрос субботы дня поклонения господи который ты установил от самого сотворения этого мира потому что мы видим что этот вопрос будет очень важен в последнее время мы господи все веряем в твои руки и хотим что прославился ты един отец и дух святой аминь аминь